Господи, ребят, наконец-то я собралась. Боже, я устала. Все, это корн-доги. Всем смотреть не выключать. Знаете почему? Потому что я сделала их сама. Я устала их делать, ребят, честно скажу. Все, давайте, смотрите, цените. Сделала сама, своими руками, только что из сковородки. Я прикреплю на них рецепт, но вообще ничего сложного. Ребят, сложного, правда, ничего. В описании под видео вы найдете подробный рецепт. И не ленитесь делать тесто с дрожжами. Знаете, я использовала кукурузную муку. У меня чипсы остались, мукбанг. Я тоже их туда, на этот, короче, зафигачила. Ничего сложного, ребят. Оставлю рецепт, по которому делала. Сейчас попробуем, насколько это вкусно. Короче, все. Я больше сама готовить не буду, потому что капец, времени столько уходит. Это просто всего лишь такие вот корн-дожки. Ладно. Начинаем. Должны быть очень вкусные. Я обожаю сосиски в тесте. С сосиски в тесте это моя любовь. Пробуем. Ребят, елку еще не буду убирать. Слушай, ну прикольно. Хорошо. Короче, этот я делала в сухарях. Давайте тут попробуем тоненькие. Они с сыром, и там сосиска по следам идет. Чуть подостыл. Знаете, кляр... Я делаю без рожей. Может, поэтому... Весь процесс сняла. Ну, как весь. Знаете, вот некоторые люди снимают процесс готовки. И они, на самом деле, вообще огромные молодцы. Потому что процесс готовки так сложно снимать. У меня постоянно срач образовывается очень быстро. Просто, видите, кружочная мука, она такая... Не как наша. Обычная. Знаете, сколько мечтала о кольндогах? По итогу получились посредственные. Знаете, я сделаю обзор. Закажу из популярной кафешки московской. Пойдем оттуда. Но... Меня пугает все в кольндогах. Что они уже остынут, пока за меня доедут. Кольндоги остынут. Уже будет не тянуться сыр. Короче, попробуем. Ребята, все, я возобновляю спорт. Я возобновляю режим. Подписывайтесь на мой телеграм. Там я все рассказываю. Ой. Ой. Там я все рассказываю. Че ем? Куда хожу? Знаете, я боялась, что сыр вытечет. И сделала чес таким толстым. Всегда, когда я хочу что-то такое вкусное приготовить. Выходит, ну, знаете, конечно, первый раз готовишь. Когда первый раз готовишь, как бы сноровки нет. И что-то может не получиться. Ну, так нормально. Это моя сосиска. Ребята, стала ходить в зал. И там капец. Короче, я же ходила в тот зал, что помните, у меня там были бабульки, которые постоянно сидели в бане. В этом зале другая тема. Знаете, есть два типа людей в спортзале. Кто ходил, может быть, встречали такое. Типа есть одни люди, которые, ну, немного стесняются ходить, прям таки голыми по раздевалке. И стараются как-то себя вести, но более сдержанно. А есть те, кто просто голые ходят, постоянно там перед зеркалом голову там сушат, голые. Ну, в общем, поняли. И я вот часто с такими женщинами сталкиваюсь. Это странно. Честно, потому что... Ну, окей, ты любишь твое тело, пусть. Но я не хочу это видеть. Так много. Сегодня была в спортзале, со мной переодевалась девушка, она вышла из душа. Ребята, ну, честно, это было нечто. Она, короче, стоит, ну, полностью голая, там что-то там делает какие-то приблуды. Знаете, как будто дома в ванной одна. И как бы там, получается, раздевалка, знаете, поделена на секции. И вот мы в самой первой с ней секции, а вот там уже выход. И, короче, там на выходе парень ремонтирует автомат с печеньками. А как бы, а я, ну, я уже потом поняла. Я такая остаюсь сушу голову, я понимаю, что она тут голая, что-то там крутится. А парень-то в зеркало все видит вообще-то. Это жесть. Я не стала ее расстраивать. Может быть, она так и хотела, чтобы я ее тут увидел, но это ужасно. Еще у нас с ней шкафчики, знаете, вот так вот были рядом. Это, как всегда, закон подлости. У меня так всегда. Я с кем-нибудь, да, встречусь рядом с шкафчиком. И вот. Она там крутится уже под конец, она решила одеться. Одела нижнее белье. И пошла сушить голову. Как бы, сушить личики в трусах, а там парень, вот он, он стоит, который чинит автомат. Ну, может быть, она хотела, да? И вот я такое часто встречаю. То, что мне это не нравится. Я не даю этому никакую оценку. Просто я так не делаю. Я все-таки стараюсь, знаете, как это себе вести. Это сейчас общественное пространство. Ну, чтобы не нарушить ничьи границ там. Ну, знаете, стараюсь как-то там не выхаживать голой в раздевалке. Вообще, когда первый раз я пришла в спортзал, для меня это был шок. Потому что, знаете, как на физкультуре, допустим, все переодевались, ну, как-то так скрытно, да, достаточно. И тут я перехожу в спортзал, ну, вот фитнес именно. И я вижу, что там женщины, ну, просто сходят с ума, типа, они реально там чуть ли... Ну, просто они там путешествуют по этой... по раздевалке. Ну, сегодня с таким ссохнулось. Ну, сегодня прям реально была такая ситуация странная. И по итогу, как бы я стараюсь на нее не обращать внимания, а она как бы делает все, чтобы я обратила на нее внимание. Знаете, там танцует что-то, ну, как бы ей хочется, может, внимания, да, там, чтобы люди... Ну, ей обратили внимание, наконец-то. И по итогу, я выхожу из спортзала и понимаю, а где мой топик? Прихожу обратно в спортзал, вывернула всю свою сумку, топика нигде нет. Может быть, она и забрала, не знаю. Топик я свой потеряла. Новый, кстати, классный, не знаю. Вернет она, я его сейчас забрала. Ну, это прям дико было странно. У меня вообще такого никогда не было. Видимо, она меня, как бы, закрутила там. Как бы в этом и весь. У меня кто-то потерял стопик. А если бы она себя вела нормально, то такого бы не было. Я бы топик не потеряла. Поэтому, ребят, надо, конечно, вести себя так, как тебе нравится. Но в то же время нужно помнить, что вокруг другие люди все-таки. И, ну, типа, твой комфорт начинается, заканчивается там, где начинается там комфорт другого, да, там, свобода другого человека. Поэтому я не люблю прям так откровенно кому-то мешать, там, собираться или еще что-то. Она, наверное, никак не мешала. Просто там голо стояло 15 минут. И это как-то, ну, странновато, короче. Вот. Если были такие ситуации, пишите в комментариях. Я же была в шоке. Мне некоторые написали под тем видео в моем прошлом, что у вас был шампунь-карапуз. Просто невероятно. Шампунь-карапуз. Это вообще любовь моего детства. Кто-то даже сейчас, говорит, им пользуется. Ребята, если вы знаете, где купить карапуза, пишите. Я, ой, знаете, вот так вот. Я люблю так. Видите, сколько теста? Ну, не умею я. Знаете, я могу там капусту потушить. Глупцы и сделать. Это вообще корни то ел. Нет. Ребята, ну, сегодня так повидаться. Пусть еда не очень. Пусть. Ну, и что. Я вот самокритична, кстати. Вот так. Поэтому у меня завтра выходной из спортзала. Послезавтра обязательно пойду. У меня, ну, как-то, во-первых, и желание вроде как есть. А во-вторых, ну, как-то, вы знаете, вообще без спорта мне вот тяжело. У меня просто физически начинает все болеть. Как бы организм застаивается, знаете. Мне это не нравится. Поэтому мне очень нравится. Ну, как бы мне нравится, когда я активничаю. Потому что я реально все лучше ощущаю. Ну, как вам корундоги, честно. Пишите, пожалуйста, в комментариях оценки. Ну, ребята. Ну, три из пяти, да? Ну, ничего страшного. Стоит своими руками. Видите, собаку. Чара, ты же поел. Ты же только что ел. Пойдем с ним гулять, сейчас я уберусь. Потому что, ребята, вот честно, не поверите. Я когда готовлю, особенно когда такие какие-то творческие рецептики, так чисто побаловаться, у меня все вокруг просто реально бардак. Я хотела же вам снять, как я делаю процесс. Я немножко посняла. Но я не могу как бы снимать, знаете, так вот сбоку, потому что у меня там просто как будто бы взрыв произошел в продуктовом магазине, понимаете? У меня так всегда. Здесь, если вы знаете, хороший рисок корондогов, знаете, я хочу, чтобы тесто было мягкое. Я просто люблю сосиски в тесте. Видите его? Видите его? Дай лапу. Чарли, дай лапу. Да. Бубусик. Браво. 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 Просто. Видите, какой умный мужчина. Ему уже почти два года. Девочки, если у кого-то, кстати, босс-интерьеры есть, девочки, мы готовы приехать на свидание, кстати говоря. Потому что, не знаю, как бы, производить ли операцию такую, которую, вы понимаете, сейчас собакам производить, либо не производить. Поэтому, если вдруг у вас есть девчонки, босс-интерьеры, посмотрите, какой у нас мальчик красивый. Вон он. Мужчина. Чарли, ты мужчина? Помните, как ты его показывала? Он был такой маленький сейчас, вон какой. Мужчина. Мужчина. Все. А, ну на, сейчас дадим ему палочку погрызть. Просят. Она как раз такая с запахами. Он любит такое погрызть. Ну что, поели. Честно, не хочу доедать, ребята. Простите. Кстати, 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 дорогие мои. Я тут свою сестру упрашиваю, чтобы мы с ней сняли видео. Поэтому ставьте плюсик в комментариях, если хотите, чтобы Маша, моя сестра, появилась с нами в следующем видео. Я очень хочу. Не знаю, получится или нет. Она стесняется, ей нужна поддержка. Вот. Ну что. Обещаю, что написала комментарий под этим видео. Любой. Мне не важно. Это поможет продвижению моего канала. Больше людей увидит это видео. Ну и подписывайтесь на Телеграм, если еще не подписался. Все. Я всех целую, всех люблю и всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok